В каком городе ты сейчас можешь сказать? Ответь в каком ты городе. Не думай сейчас о собой, скажи в каком ты городе. Это очень важно. Врач сейчас спрашивает. Если ты сейчас не отвечу на вопрос, то доктор сейчас в интервью может спросить в каком ты городе. Не делай сейчас проблемы. Пожалуйста, скажи в каком ты городе. Сам скажи, название Какой год сейчас? Чего? Какой год? Они сейчас вызовут, они сейчас вызовут, если тебя вызовут Ты можешь сказать какой год, потом мы тебе скажем? Скажи какой год сейчас? Ако? Какой год? Где ты находишься? В каком городе? Где ты живешь? Ты будешь с ним? Да Сознание возвращается медленно, кадр за кадром Ревущий зал, обезумевшая толпа фанатов Твой соперник, словно волк, ходит из стороны в сторону Парень настроен серьезно Ну сколько таких уже было, ни он первый, ни он последний Ты тоже готов к бою, твой тренер здесь, рядом Так что все будет окей Но черт убери, почему не вспомнить, что случилось дальше? Что случилось? Нокаут его моего Да, в клетке тебе наносят ущерб, ты пропускаешь удары, твое лицо покрывается шрамами и ты можешь, как в хорошем боевике, истекать кровью Однако настоящую боль не видит никто, настоящая боль приходит потом, после боя, и выдержать ее может отнюдь не каждый ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Че, я тебя сухом-то? Сломал сейчас? Да Е-мое Легче, мокче ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Изначально у Сергея были другие планы, но начать тренировку пришлось с небольшой медицинской процедуры Ну, а че? Че, у тебя тоже, что ли? Ты что за день-то такой? С одной стороны, ничего особенного, все-таки сломать ухо для борца – дело привычное Но парни и здесь смогли удивить своего наставника Опа, все, на, держи пока Редкая тренировка, на самом деле это бывает очень редко, но бывает Смотри, такого обычно не бывает, но еще одно ухо Ну, это, видно, первый раз сломано Вообще, это должны делать специалисты, врачи Но пока до врача дойдешь, пока очередь займешь, пока там все остальное, это... Я лично сам, когда ходил к врачу, многие врачи почему-то, почему-то боялись это делать, непонятно почему Так бывает иногда Я сам в шоке Отдыхаем! Возможно ли этого избежать? Ну, принципиально, да Запад давно борется в специальных наушниках, но до нас эта мода пока еще не дошла Я впервые вижу у нас в России человек наушники борется, в Америке все подряд борются Это из Америки наушники просто, в России все не продают их Это мои наушники, я их передаю Один сломает ухо одному, другой сломает ухо другому Но в любом случае, тренировки, как ни старайся, без травм не обходятся Тем более сейчас, когда бойцы активно готовятся к соревнованиям А сегодня двух учеников Сергея как раз ждут бои Имран и Дмитрий заявлены на турнир памяти подполковника ФСБ Геннадия Гауэра Для Имрана этот турнир станет дебютом на профессиональном ринге Он тренируется у Сергея около двух лет И за его плечами уже есть победа на чемпионате Питера по ММА А потом сам входи Но сейчас все намного сложнее Во-первых, это его первый профессиональный бой Во-вторых, в последний момент возникла какая-то неразбериха с соперником Которая заставляет теперь нервничать его тренера Соперника поменяли в день турнира Даже не на взвешивание, а именно прямо сейчас Мы поставили перед фактом Поэтому будем в процессе боя адаптироваться Это двойная нагрузка моральная Когда не знаешь, к чему готовиться Но самое досадное, что не все ясно с соперником И у второго ученика Сергея Дмитрия У Димы Невинного тоже такая грунта У него главный был вечер Но его соперник Его в интернете боев не было Мы искали, нашли фамилию, похожую с именем Там грепплинг Но судя по тому, что мы увидели на взвешивании Похоже, это не грепплер даже, а ударник И какие-то слухи ходят, что он ударник Поэтому нам придется тоже в бою адаптироваться уже, исходя из всего Короче, разбираться, кто стоит перед тобой в ринге И Имрану и Дмитрию придется в самом ринге А это не так-то просто даже для опытного бойца По поводу твоего соперника Я сейчас пытался узнать Никто не знает, кто он вообще Какие-то бред вообще Я говорю, Артем, кто он? Ударник, боец? Я не знаю Блин, вообще какая-то фигня Но если он борец И это его дебют Он может устать В борьбе же чисто или не то Привыкли работать по пять минут Первым в квадрат ринга выходит Имран Несмотря на все предстартовые сомнения, начало боя явно за ним Он переводит соперника в партер и занимает позицию сверху Спокойно, спокойно, садись наверх Спокойно, не спеши Бей немного рукой Немного рукой бей Что? Давай бей немножко, атакуй рукой Не торопись Все-все-все Останавливай 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 И снова первый раунд Одна минута 43 секунды Победу техническим нокаутом одержал Имран Хабират Да, первый ученик не подвел своего учителя Дебют в профи для Имрана прошел более чем успешно Но впереди еще главный бой вечера Сумеет ли малыш так же быстро и уверенно подобрать ключи к своему загадочному сопернику? Оп! Бросай! Приводи, переводи! О! Забивай! Бросай! Давай, давай, давай бросай! Поднял! Шею аккуратно, Дима, аккуратно шею! Оп, рукой встречай! Бросай! Сел сверху! Садись! И потихонечку начинай! Ногу пройди только! Либо ногу пройди, либо... Да, боютка! Да не надо, не надо! Да не надо! До конца делай! Пока в ринге у Димы получается не все С одной стороны, он уверенно ведет бой, но полностью реализовать все моменты пока не удается Да и что-то не совсем спокойно в его углу И руками, не отпускай руками Печень попробуй Печень, Дима, печень! Да не надо кричать, он слышит Как бы все эти но не изменили характер боя Побегай, потыкай его, побей И ты можешь, кстати, его пробить Ты можешь пробить его еще и печень, и ногу, можешь ногу пробить также Отлично, нога! Пробивай ногу! Перерыв явно пошел малышу на пользу Мощнейшая концовка, и соперник оказывается на настиле ринга Дмитрий смог довести начатое до конца и выиграть свой дебютный международный бой Но вопросы все-таки остались Тебе можно в таком же стиле работать Как бы раз, да-да, как бы низ, вверх, низ, вверх Но я хотел тебе другое сказать, на самом деле То есть мы можем потом эти серии работать Просто, ну, ты сам потом выбери, но секундант, который подсказывает, должен быть один Ну, я тебя Я не мог вообще, если честно Мы перекрикивали другого, и немножко даже отличались наши Ну, я его просто позвал Нет, я понял, ну это не... Я понял, ну вот мы, когда секундировали тебя Я не знаю, кого ты слышал, но это было неправильно Тебя ослушал Ну вот, неправильно, мы потому что немножко перебивали друг друга Мелочь, скажет кто-то, ведь Дмитрий выиграл Какие тут могут быть вопросы? Возможно, сегодня это было не так и важно Но завтра, когда уровень соперника будет выше, никаких мелочей уже не будет Но это будет завтра, а пока можно снимать сливки Два боя выиграны, и парни заслужили похвалы И, естественно, вознаграждение Ну все, спасибо Но, как видим, удачным этот день был не для всех И это лишний раз заставляет задуматься Насколько это непростой хлеб И какой ценой здесь дается каждый заработанный рубль Может, деньги и не являются основным стимулом для выхода в ринг Но без них в этом мире никак И для Дмитрия Малыша эти призовые – способ закрепиться в Петербурге Куда он приехал шесть лет назад из Краснодарского края Ну, я поступил в Суворовское военное училище Отучился три года При поступке, конечно, были некоторые проблемы с климатизацией у меня Вот я полгода болел Ну, постоянная головная боль Кровь с носа К Никитину Диму привел окоп Степанян Его брат тренировался у отца малыша Но здесь Диму ждал неприятный сюрприз В борьбе вообще сначала ничего не получалось Для меня это было очень тяжело Я не чувствовал равновесие Центр тяжести, не знал, куда понижать И ничего не получалось целых два года Несмотря на это Дима продолжал активно заниматься А с прошлого года начал стабильно выступать Плюс ко всему он учится в Академии правосудия Ему еще предстоит непростой выбор Построить спортивную карьеру Или работать в Следственном комитете при прокуратуре Пока же по ночам он отвечает за безопасность гостей Одного из пригородных ночных клубов Питера Работы хватает За одну ночь по 4-5 драк Мало кого из разбушевавшихся гостей Удается успокоить лишь силой слова Поэтому недоброжелатели у Димы в избытке Почти каждый вечер В конце каждой смены работы Обещают Расстрелять, зарезать Ну это обычные дела Подходят у всех какие-то вопросы возникают непонятные Что занимаешься, где, как Может там Постоим, подеремся Приходится объяснять словами Это не то заведение, где надо Выяснять отношения Приходите в зал, там Там покажем себя Но несмотря на неспокойные ночи Утром он вновь на учебе А вечером на тренировке А ночью вновь на работе И так каждый день А как по-другому? Дмитрий хочет получить образование не меньше, чем стать профессиональным бойцом Но и то и другое требует денег Сделать профессиональную карьеру Это неплохая мотивация для тренировок Но обратную сторону этой медали видели немногие Еще один бой в октагоне закончился для окопа совсем не так, как планировала его команда И для него это по-настоящему сильный удар Ведь по своей природе окоп-победитель И прозвище «Снайпер» он получил отнюдь не за красивые глаза У него великое прошлое великих побед Он один из немногих спортсменов Которые достигли огромных результатов в разных единоборствах Он является мастером спорта по пяти видов единоборств Он является чемпионом Европы по двум из них Это кикбоксинг, бокс, тайский бокс Это два вида рукопашного боя Профессиональная карьера в боях для него складывалась также очень ярко Пусть и не без поражений Но сейчас что-то пошло не так Вопрос что? Здесь есть о чем подумать нашим героям Вот сейчас самое основное испытание его, навалившееся ему на плечи Это сможет ли он справиться со всем этим грузом Это под силу только настоящему чемпиону, настоящему сильному духу, человеку Да, окоп высококлассный боец Об этом говорят его победы и стиль ведения боя И с этим полностью согласно руководству Беллаторг Они верят в окопа и хотят видеть его на своих следующих турнирах Позвольте начать сначала шоу Бой окопа против Майка Ричмонда Прекрасный бой И я бы хотел, чтобы это перевели окопу Я знаю, что окоп был уверен, что еще одно поражение в Беллаторг сможет стать причиной его увольнения из организации Но в отличии от бокса, ММА это не игра в числа Когда ребята приходят и показывают изумительное выступление Отдают все, что они могут Показывают невероятную силу воли и невероятную смелость Для меня это значит, что ты возвращаешь их драться сюда снова и снова И это именно то, что окоп делает каждый раз, когда заходит в клетку Поэтому, несмотря на поражение, он вернется Вернется и будет драться у нас в скором времени Спасибо, ребята Теперь слово за окопом Ведь справиться с болью от поражения И найти в себе силы вновь поверить в себя Задача не из самых простых Я уже не знаю, за что мне дают еще шанс Ну, значит так надо